всем добрый вечер у нас сегодня с вами семинар посвященный некоторым новым возможностям java скрипта в пятом html то есть некоторым новым api которые появились в пятом html сразу скажу что желательно чтобы вы владели основами html и java скрипта ну чтобы вам было понятно то в чем я говорю и то что я буду показывать первое с чего мы начнем это рассмотрим api которая называется файл api файл api она позволяет java скрипту работающую работающему внутри веб страницы получить доступ к содержимому файлов на компьютере пользователя спрашивается сразу зачем ну например пользователь хочет отправить файл на сервер но не или допустим более сложная задача отправить файл на сервер можно было и раньше допустим пользователь хочет чтобы этот файл был определенным образом обработан тем же java скриптом чтобы java скрипт его прочитал то есть главная задача этого файл api дать пользователям дать java скрипту возможность читать файл тут правда есть оборотная сторона а именно соображение безопасности если мы разрешим java скрипту читать любые файлы с диска пользователя это будет вообще большущая дырка ведь java скрипт язык на котором пишется программа встроенная веб страницу то есть представьте пользователь заходит куда-нибудь на сайт какой-нибудь загружается страница там работает java скрипта у пользователя обычное выполнение java скрипта разрешено и этот java скрипт начинает что-нибудь там искать на диске пользователя и втихаря еще используя асинхронные сообщения аякс отправлять это на сервер конечно это как-то небезопасно и так она работать не будет почему java скрипт сильно на самом деле сильно ограничен в работе с файловой системой а именно он может работать только с теми файлами которые пользователь явно ему указал то есть интерактивно ему указал и все не получится из java скрипта прочитать все что угодно прочитать можно будет только то что указал пользователь а давайте подумаем а как пользователь может явно интерактивно указать что либо вообще страницы у нас во первых на странице может располагаться элемент управления файл input с типом файл который вообще-то предназначался для отправки файла на сервер но прежде чем файл будет отправлен на сервер пользователь этот файл выбирает вот вам первый способ как пользователь явно укажет что да он дает доступ к этому файлу этой странице а значит и java скрипту на этой странице второй вариант drag and drop то есть пользователь может перетащить какой-нибудь файл схватить его напустим и кинуть в окно браузера но он опять как бы выразил явно свое желание разрешение на доступ к этому файлу и собственно все то есть ничего другого java script просто так не прочитает что для этого есть в java скрипте значит есть для этого несколько интерфейсов первый интерфейс блок который предоставляет возможность java скрипту работать с неизменяемой последовательностью байтов ведь у нас любой файл это просто последовательность байтов вот есть интерфейс блок который соответственно позволяет с этой последовательностью байтов работать но только читать их у нас же фактически java script может файлы только читать вот поэтому это вот этот бог и называется неизменяемая последовательность байт но это последовательность байтов просто в памяти а у нас-то файлы на диске ведь файл не просто последовательность байтов а именованные последовательность файлов на диске поэтому у этого интерфейса блок есть наследник это интерфейс файл а вот он то вот он то как раз предоставляет вам возможность получить информацию о файле типа имя файла размер файла и прочитать содержимое этого файла но только прочитать только прочитать вопрос откуда джава скрипт получит вот этот самый объект файл это джава скрипту для того чтобы процент работать с содержимым файла нужно вот этот самый объект файл получить создать его нельзя как таковой его можно только как раз получить то есть вот пользователь должен явно указать этот файл вот получить его можно как раз в событиях либо drag and drop а либо в событии выбор файла в элементе управления input с типом файл то есть мы можем на это событие прореагировать там и из свойств этого элемента управления мы можем получить а фактически коллекцию этих файлов которые коллекцию объекта файл который называется файл лист почему коллекция но потому что вообще drag and drop а можно много файлов перетащить и вообще-то input с типом файл может позволить пользователю тоже выбрать несколько файлов там есть атрибут multiple multiple select и тогда пользователь может выбрать несколько поэтому на самом деле нам доступна вот эта коллекция файл лист она представляет из себя коллекция объектов файл дальше что нам нужно чтобы читать содержимое файла нам понадобится объект который называется файл рита чего-то мы честно создадим в джаваскрипте оператором new но ему для чтения нужен будет объект файл который мы вытащим из файл листа так какие здесь есть особенности непосредственно само чтение из файла реализуются методами объекта файл ридер файл ридер здесь важный момент чтение из файла происходит асинхронно то есть вот эти методы вот они три метода с префиксом read они только начинают чтение то есть мы вызвав эти методы наша программа она не ждет когда чтение закончится как же мы узнаем когда она закончилась и как мы получим результат здесь нам помогут соответствующие события сейчас я них тоже расскажу почему метода чтения 3 потому что мы можем читать значит файлы разных типов наиболее часто вам нужно будут конечно текстовые файлы мы используем для этого метод ридер с текст можно прочитать бинарные файлы просто в виде массива двоичного массива заполненного байтами другой вопрос что вы там с ним будете дальше делать это можно сделать используя метод ридер с рэй буфер он вам вернет объекта рэй буфер в котором будут эти байты но обычно этот вариант используется если вы хотите отправить файл на сервер но используя не стандартный механизм сабмита формы на сервер оплода а используя аякс для того чтобы асинхронно загружать файл на все и еще один вариант ридер с дата юрл он позволяет вам прочитать бинарный файл память в память и сделать ссылку ссылку на эти двоичные данные в памяти зачем это может понадобиться например для размещения картинки на странице ведь вы как картинку размещаем так и магия а в атрибуте src ссылка на картинку но замечательно а если вы эта картинка в памяти как ссылку организовать вот как раз метод ридер с дата юрл вернет нам строчку содержащую необходимую ссылку но там на самом деле будет строчка с этими двоичными данными закодированными в base64 в текстовом виде браузера это дело понимает все эти три метода вот эти три метода с префиксом рид они все асинхронные то есть они только начинают действие соответственно перед тем как мы их вызовем нам надо подписаться на некое событие этого объекта которая будет сгенерирована когда файл полностью врач данные полностью прочитаны это событие так и называется лод просто лод вот она генерируется когда эти данные успешно прочитаны это не единственное событие которое генерирует объект файла ридера что здесь есть еще интересного но например события прогресс она генерируется многократно в случае если чтение занимает много времени вы можете допустим изобразить на странице какой-нибудь прогресс бар и модифицировать его состояние в процессе этого чтения события прогресс может несколько раз происходить дальше события аборт оно произойдет если вы отмените это чтение то есть пока идет отсинхронное чтение можно высвать метод аборт она будет прервана есть метод а события эррор события эррор которая возникнет естественно если при чтении возникли ошибки ну и наконец события лод энд она возникает в самом конце она вообще самая последняя там вне зависимости от того прочитали вы или ошибки возникли но она обычно используется для освобождения каких-нибудь ресурсов итак какая логика нашей программы когда мы хотим допустим прочитать какой-нибудь файл например текстовый но первое мы разместим на странице input с типом файл раз второе в нужный момент времени либо по событию от этого элемента управления либо нажатию на кнопку мы создадим объект файлы ридера подпишемся на нужные события но как минимум события лод нам очевидно понадобится а дальше вызовем метод ридерс текст у этого файл ридера не забыв про объект файл все на этом казалось бы все закончено но когда чтение будет закончено сработает события лод и в обработчике этого события а в параметре в объекте иван а мы можем вернее не в объекте иван в этом объекте источники этого события у нас будет свойства резал вот этот резал будет содержать прочитанные данные точно так же можно прочитать двоичный файл допустим картинку а потом сделать на нее ссылку только для этого вы вызовите метод ридерс дата юрл а в резалте у вас будет нужная ссылка ну давайте посмотрим значит на реальную программу попробуем все дело написать сейчас я только тот шрифтик вам увеличу а то он тут какой-то больно мелкий так ну вот давайте смотреть я здесь набросал небольшую страничку на drag and drop пока обращение внимание не обращайте он нам сейчас особо не интересен итак у нас есть некий input с типом файл то есть в нем мы выбираем файл один файл я здесь не стал multiple select сделать мы ему записали айдишник айдишник нам нужен для чего чтобы у него вытащить файл лист из которого мы получим объект файл и мы подписались на событие он change событие он change произойдет когда мы собственно файл выберем то есть я не стал делать отдельную кнопку а сразу при выборе текстового файла мы что-то делаем что мы сделаем мы хотим прочитать этот текстовый файл из java скрипта и результат то есть текстовое содержимое этого файла просто поместить ну вот в этот div например с айди резалт в inner html туда запихнуть и все нам только нужно чтобы у нас был какой нибудь текстовый файл сейчас вот посмотрим есть здесь что нибудь ну вот что то есть не знаю вот какой то здесь есть текстовый файл подойдет она я думаю подойдет итак смотрим на обработчик вот этого события функцию read text file вот она у нас первым делом мы ищем наш элемент управления input с типом файл по айдишнику как обычно document get element by id вот этот айдишник текст файл вот он замечательно здесь присутствует так вот эта часть нам совершенно сейчас не нужна и аккуратно закомментируем а нашли этот элемент управления в дереве дома в document object модули так вот у этого input с типом файл есть свойство которое называется files вот это и есть коллекция файл лист она содержит набор объектов файл который выбрал пользователь первое что мы делаем проверяем а выбрал ли пользователь что нибудь то есть он вообще файл и выбрал то очевидно размер этой коллекции будет равен нулю мы ничего не делать если же он что-то выбрал то мы можем взять элемент этой коллекции в данном случае нулевой а первый по порядку это и будет объект файл я здесь не стал перебирать всю коллекцию но потому что мы не прописали multiple select для этого input а то есть мы уверены что пользователь будет выбирать один файл поэтому право прямо к первому же элементу этого файла этой коллекции обращаемся дальше итак пользователь выбрал файл мы хотим его содержимое прочитать создаем объект файл ридер он создается просто оператором new new файл ридер вообще неплохо было бы проверить а если эта функция конструктор файл ридер так между прочим то есть поддерживает ли этот браузер вообще это файл api ну как это можно проверить допустим вот таким вот и факт файл ридер файл ридер равно фанкшин да если такая функция у нас есть вот тогда мы что-то там делаем если нет ну увы значит файл api не поддерживается мы вообще сделать ничего не сможем я закомментируйте итак файл ридер мы создали прежде чем мы начнем чтение неплохо бы подписаться подписаться на события в данном случае как минимум на события load как мы подписываемся на события в джаваскрипте старый способ это добавить этому объекту метод имя которого совпадает с именем события с префиксом он то есть если я подписываюсь на события лод я вот добавляю метод он лод который реализован вот этой анонимной функции понятие на этот код вообще сейчас какой способ рекомендуют использовать для подписки на события эдивент лисона первым параметром идет имя события без префикса он а вторым параметром идет анонимная функция параметра объекты и вот здесь то обработчик вот так но я это в комментариях напишу в данной ситуации это не принципиально это событие произойдет когда чтение закончится мы чуть позже разберем содержимое этого обработчика а дальше мы вызываем собственно функцию чтения вот она read as text текстовый файл читаем параметром всех этих функций методов вернее с префиксом read идет объект файл как я уже сказал мы берем коллекцию файл лист из нашего инпута с типом файл и обращаемся к первому же элементу вот он объект файл метод read as text начинает асинхронное чтение несмотря на то что дальше у нас вроде как кода нету на самом деле чтение будет происходить и когда она успешно закончится будет вызван метод вот этот событие он лот и наш анонимный а наша анонимная функция что она сделает мы найдем элемент div с айди резалт куда нам собственно надо выложить результат а откуда же мы возьмем сам результат из свойства резалт источника события источник события можно например получить через свойство target параметра параметром обработчика события обычно является объект event объективен который браузер сам передает этому обработчику у него есть свойство target это источник события фактически это вот этот файл ридер на самом деле файл ридер можно было так и написать ридер а у него есть свойство резалт это и есть прочитанный текст и мы загоняем этот прочитанный текст в это но давайте проверим как оно будет работать сейчас попробуем это запустить как нибудь сейчас сервер запустится вот наш input с типом файл выбираем файл текстовый так вот здесь вот он у нас где-то лежит вот он текстовый файл и вот обратите внимание содержимое этого текстового файла появилась на нашей странице мы из java скрипта его прочитали прочитали текст и уже дальше сделали в принципе все что хотели то есть можем на сервер отправить можем к нам скрытое поле записать вот и все вопросы вот здесь есть какие-нибудь какие типы файлы да любые вопрос что вы дальше будете делать ну с помощью метода ридес текст вы прочитаете конечно текстовый файл бинарный он прочитает только вы должны использовать другую метод файлы ридес вернет массив байтов что вы с ними будете делать но он попытается их конечно к в текст преобразовать используя кодировку какую-то но что это будет за текст да да давайте посмотрим еще один примерчик это чтение картинки то есть то же самое пользователь выбирает файл но на этот раз картинку какую-нибудь а мы эту картинку хотим разместить на странице ну давайте посмотрим как это делается ну во первых нам понадобится очевидно какая-нибудь картинка сейчас мы ее найдем есть у нас тут картинки джипеги какие-нибудь вон их тут много есть маленькие картинки а есть большие вернись обратно здесь где-то большая картинка была ну ладно сойдет так что нам нужно модифицировать ну во первых куда мы картинку то будем выводить мы же не можем ее в inner html запихнуть мы давайте разместим здесь какой-нибудь тег мег дадим ему тоже айдишник имидж имидж резалт вот так ну и я сделаю еще один импут тоже типа файл только дам ему другой айдишник не текст файл а имидж файл пользователь будет выбирать здесь этот самый файл ну а функцию сделаем read имидж файл вот так давайте эту функцию набросаем она на самом деле будет очень похожа на функцию чтения текстового файла за небольшим исключением итак read image файл что мы делаем ищем наш элемент управления с id имидж файл вот он точно так же проверяем выбрал ли пользователь что-нибудь подписываемся на события а вот здесь здесь мы вызываем другой метод read as data url нам же нужен на самом деле url ссылка которую мы запишем в атрибут src верно этой картинки а в обработчике события мы ищем нашу картинку какой мы идишники дали image result вот image result а затем в свойства src этой картинки записываем результат чтения результат чтения берем из того же самого поля result давайте смотреть что будет вот у нас второй input с типом файл нажимаем выбираем картинку так картинку надо выбрать сейчас мы ее найдем вот здесь вот jpeg ну давайте какую-нибудь большую картинку вот эту вот он ее прочитал очень большая картинка вот она у нас появилась ну давайте картинку поменьше картинку поменьше например вот это вот она вот наша картинка ну интересный вопрос что именно там теперь в этом поле src да давайте посмотрим мы допустим в консоль нашего браузера выведем что же мы туда вообще записали вот так консоль логом выведем значение src так так запустим еще раз нам только консоль наверное надо открыть чтобы увидеть так f12 даже консоль можно было и в тексте посмотреть давайте лучше в консоли где у нас консоль вот у нас консоль выбираем опять картинку вот у нас то что записалось в src что это такое вообще но если посмотреть на начало это и есть картинка бинарные данные только закатированные видите в base64 вот это кстати вот способ вставить картинку в html страницу не отдельным файлом а прямо в виде текста закодировать ее в base64 вот такой префикс написать и все это может быть не очень эффективно с точки зрения объема потому что base64 использует только текстовые символы для кодирования соответственно он процентов на 30-20-30 объемнее чем исходный бинарный файл зато позволяет таким способом прямо в текст вставить двоичные данные есть еще на самом деле один вариант как можно разместить например картинку на странице это drag and drop тут вопрос только в том откуда мы возьмем вот этот объект файл сейчас мы его брали из коллекции файл лист инпута с типом файл но мы с вами посмотрим что в событиях связанных с drag and drop когда мы на страницу бросаем какой-то там элемент содержащий файл файл и перетаскиваем там тоже будет эта коллекция и оттуда мы точно так же берем объект файл а дальше делаем то же самое там правда есть одна проблема с один момент о котором нужно помнить это отмена стандартного обработчика но я об этом скажу а так в принципе то же самое так хорошо тогда давайте посмотрим собственно drag and drop drag and drop вот он drag and drop все представляют что это такое это возможность как бы схватить какую-то сущность какую-то информацию и перетащить а потом бросить вот то место куда вы бросили она как бы эту информацию получит что она там с этим будет делать это вот вопрос реализации таким образом можно сделать копирование файлов перемещение файлов копирование блоков текста например текстом редакторе и так далее зависит от конкретной реализации причем такое перемещение информации возможно не только в рамках одной программы но и между разными программами мы можем допустим в проводнике файл и перетащить к примеру допустим в тот же браузер собственно это работает по умолчанию только в этой ситуации например браузер просто откроет этот файл то есть например если я вот сейчас вот возьму окно браузера возьму какую-нибудь картинку и вот так перетащу что произойдет давайте посмотрим просто эта картинка откроется то есть браузер просто откроет этот ресурс у нас изменится адресная строчка это потому что в браузере уже встроен обработчик drag and drop файлов он просто эти файлы открывает конечно не очень удобно потому что мы то наверное хотим например перетащить файл на страницу поместив эту картинку в определенное место то есть не выгружать нашу страницу а как бы подгрузить этот файл на эту страницу ну давайте рассмотрим как вообще работает drag and drop кстати интересный момент впервые drag and drop был реализован microsoft в интернет эксплорере редкий случай когда microsoft на острие технического прогресса потом это реализовали в других браузерах ну как обычно бывает первый блин комом поэтому сейчас в других браузерах отреализовано лучше чем в интернет эксплорере в интернет эксплорере есть определенные проблемы итак какие вообще есть сущности в drag and drop значит первая сущность это то что вы можете схватить этот элемент называется dragable dragable вторая сущность это дроп зона это то место куда можно кинуть элемент сам по себе api этого drag and drop построен просто на событиях то есть вы во первых должны объявить элемент как dragable это можно сделать атрибутом одноименным либо из джава скрипта соответствующее свойство указав элемент только после этого можно будет элемент схватить дальше вы можете подписаться на события причем как у dragable элемента так и у дроп зоны и вот в обработчиках этих событий вы как раз логику drag and drop реализуете здесь у нас спрашивают как использовать с работающим сайтом и можно ли таким образом забирать видео я не очень понял это к чему относится к drag and drop или к файлу api к файлу api значит файл api позволяет вам забрать любой файл с компьютера пользователя прочитать его который указал этот самый пользователь это может быть картинка это может быть видео и так далее вот зачем вам это нужно другой вопрос наиболее часто это используется для асинхронной отправки этого файла на сервер потому что обычно upload input с типом файл он же делает синхронную отправку допустим тот же видео файл на 100 мегабайт вы хотите зааплоудить на сервер если вы будете обычный upload использовать пользователь нажал эту кнопку отправить и вот он ждет страница пока все дело не отправится на сервер страницы ничего сделать не может как раз файл api вместе с асинхронной отправкой данных на сервер через аякс позволяет делать это в фоне да 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 совершенно верно или там на том же ю тубе да когда видео загружается там идет прогресс бар а вы можете в общем то продолжить работать со страницей для этого нужно как раз иметь возможность читать эти данные с локального диска пользователя по поводу вот здесь спрашивают вытащить картинку с какого-то сайта но для этого не файл api используется для этого используется запрос асинхронный запрос аякса если речь идет о джаваскрипте то вы же в джаваскрипте можете всегда послать запрос по протоколу http к странице к картинке и так далее то есть здесь вам другой объект понадобится xml чтп реквест всем известный так ну давайте вернемся к дрэгэндропу итак сам дрэгэндроп он реализован на событиях то есть есть события как у дрэгэбл элемента так и у дроп зоны подписавшись на эти события и реализовав обработчики вы соответственно реализуете дрэгэндроп давайте посмотрим как это все в коде выглядит и какие события нам надо в первую очередь обрабатывать так где у нас код вот у нас код нам нужен второй примерчик вот такой примерчик дрэгэндроп сейчас мы его откроем и код джава скрипта значит смотрите есть у меня вот такая простенькая страничка на ней два дива давайте я ее открою чтобы было понятно вот она первый див второй див я их тут разукрасил как то идея в том чтобы организовать дрэгэндроп чтобы можно было схватить красный див и кинуть его на вот этот первый див то есть вот этот див надо объявить дроп зоны а этот див дрэгэбл элементом и подписаться на событие давайте смотреть ну во первых красный див вот он айди дрэг у него он объявляется дрэгэбл элементом просто одноименным свойством одноименным атрибутом html дрэгэбл равно true все после этого его уже можно хватать вот наша с вами дроп зона теперь посмотрим на события подключен java скриптовый файл в котором идет подписка на все события давайте вот так вот чтобы вам было более наглядно вот это подписка на события от дрэгэбл элемента а вот это события дроп зоны значит поясню что это за события события дрэг старт возникает у дрэгэбл элемента когда вы его схватили один раз оно возникает оно на самом деле очень важно потому что позволяет зафиксировать данные которые вы переносите как именно они фиксируются мы сейчас посмотрим то есть положить там в какие-то объекты те данные которые вы будете переносить и которые потом будут доступны дроп зоны второе событие дрэг оно возникает многократно в процессе движения этого дрэгэбл элемента ну если вам нужно можно там что-то делать дрэгэнд возникает после того как дрэгэнд дроп закончен уже после того как все дропнули это кстати вообще последнее событие в этой модели событий но обычно там ресурсы освобождаются например вот вы в какие-нибудь объекты клали какие-то данные вы можете их очистить если они больше не нужны самое главное событие у дрэгэбл элемента это повторюсь дрэг старт дрэг старт теперь событие дроп зоны то есть того элемента на который можно кидать дрэг энтер возникает когда дрэгэбл элемент пересек границу дроп зоны то есть вот мы навели как ховером как ховером навели да вошел оно тоже полезно например можно поменять вид курсора мышки вид курсора мышки подсказывает пользователю действия которое будет совершено этим дрэгэндропом например там перемещение информации или копирование информации мы сейчас увидим как это делается событие дрэг овое возникает многократно в процессе перемещения на каждое движение так же как событие дрэг у дрэгэбл элемента ну если вам нужно можно на него подписаться событие дрэг лиф возникает если дрэгэбл элемент ушел с этого элемента то есть его не кинули а он просто пользователь держал кнопочку и он ушел ну и наконец самое главное конечно событие это дроп оно возникает у дроп зоны когда мы дрэгэбл элемент кинули кинули на эту дроп зону соответственно в обработчике этого события мы получаем ту информацию которую пользу не пользователь дрэгэбл элемент переносил это предпоследнее событие после события дроп на самом деле происходит событие дрэг энд у дрэгэбл элемент ну и еще раз повторюсь два самых главных события это дрэг старт у дрэгэбл элемента и дроп у дроп зону давайте посмотрим вот на эту страницу здесь мы подписались на самом деле на все эти события просто для того чтобы увидеть порядок их возникновения на этой странице на этой странице Мы выводим по каждому событию информацию просто на страницу, там вот отдельный элемент, output, туда вы на HTML, мы добавляем эту информацию. Мы сейчас это увидим. Обратите внимание на события Drag Start и события Drop. Два самых важных события. Вот в событии Drag Start мы как бы фиксируем данные, которые мы собираемся переносить. Для этого есть объект, который называется Data Transfer. Вот он, Data Transfer. Этот объект можно получить у объекта Event, который идет, как обычно, параметром всех событий. Фактически можно представить этот объект как Key Value Collection. Мы туда добавляем данные методом SetData, ключ и значение. Ключ и значение. А потом, когда произойдет событие Drop, то есть когда мы дропнем наш Dragable элемент. Где он тут у нас? Вот. А, не, 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 это не то. Мы можем из этого объекта Data Transfer вытащить эти данные по ключу методом GetData. Дальше, что здесь еще интересного? Это у нас Drag Start. Дальше, вот этот метод Handle Drag, ну это в процессе движения. Поскольку этих событий происходит много, то здесь вот код, который не показывает каждый раз происходящее событие, а показывает только один раз. Иначе там просто будет длинный листинг на каждое перемещение мышки. Это событие. Событие Drag Enter. Оно возникает, когда мы навели наш Dragable элемент на возможный обработчик. Но тут надо иметь в виду, что в браузере может быть встроенный обработчик этого события. Мы можем отменить работу встроенного обработчика каким образом? Используя метод PreventDefault объекта Event, который передается как параметр. Видите, здесь сделали хелперную функцию Cancel. Которая отменяет стандартный обработчик, вызывая метод PreventDefault. Есть еще старый способ отмены стандартного обработчика. Вопрос, есть ли стандартный обработчик или нет. Вот, например, если вы файл будете перетаскивать, то без этой отмены браузер просто откроет этот файл, тупо закрыв вашу страницу. Это нужно для таких ситуаций. А если, например, не через EventListener добавите, как свойство он перекрывает? Стандартный обработчик он не перекроет. Все равно, даже если вы не через AddEventListener, а добавление метода, допустим, там, OnDrop, все равно вам надо вызвать вот этот метод PreventDefault. Нет, нет, он стандартный обработчик не перекрывает. Так, вот здесь вот у нас коллеги вопросы тоже задают. Давайте посмотрим, да. Спрашивают, как можно определить, были ли данные скопированы или перемещены. Определить где? В источнике или в получателе? В получателе это можно легко определить, подписавшись вот на эти события. Вы можете просто ничего не делать. Доступ к данному опину запретить нельзя. Вот, еще раз, вы можете просто подписаться на эти события и отменить, допустим, стандартные действия. И тогда ничего не делать. Тогда человек не сможет действительно что-то скопировать. К тому же у многих элементов в HTML есть событие, которое называется OnCopy. Но оно не с drag-and-drop связано, оно вообще связано с попыткой копирования. Когда пользователь, или событие он Select, когда пользователь пытается что-то выделить, происходит событие Select. А когда скопировать выделенное событие Copy, вы можете попытаться, например, подписаться на эти события Select и Copy и отменить как раз стандартный обработчик PreventDefault. Другое дело в том, что из соображений безопасности это не во всех браузерах будет отменено. То есть, некоторые обработчики стандарты не отменяемы в принципе. По поводу того, какие элементы можно делать drag-able, допустим, элементы таблицы и прочее. Но это надо посмотреть в документации, есть ли это свойство drag-able для данного элемента. Для DIVA оно и есть. Пожалуйста. Вопрос в том, что есть блочный или не блочный? Нет, там, по-моему, любые можно, и блочные, и строчные, это не принципиально. У нас картинка, например, вообще, какая она там, строчно-блочная, верно? Вот, ее, в общем, тоже можно сделать drag-able элементом и куда-нибудь переместить. Поэтому это-то не проблема. А дробь элемент, который может быть? Тоже любой. Кенос. Может быть, да. Квадрат на кенос. Да, совершенно верно, может быть. Кенос может быть. Вы обратите внимание, дроп-элемент, он вообще никак специально в HTML не маркируется. Это просто вот элемент, любой вообще визуальный элемент. Просто мы подписываемся на события. Вот они, события у дроп-элемента. События у дроп-элемента. Также можно и с таблицей, в принципе, попробовать сделать. Так. То есть дроп-элемент в таблицу не проблема, там, в ячейку таблицы, к примеру. Здесь спрашивается, как подписаться на события. Ну, как мы на события подписываемся? Вот же у нас подписка на события. Если речь идет о других событиях, допустим, там, события Select, Copy. Вот так вот вы на них и подписываетесь. Add Event Listener. Название события, обработчик события. Я только повторюсь, не все стандартные обработчики событий можно отменить вот этим Prevent Default. Это сделано из соображения безопасности. Так, окей. Давайте дальше смотреть, что здесь есть еще. Это у нас с вами событие Drag Enter. Про него я сказал. Ну, Drag Leaf. Drag Leaf. Тоже здесь ничего особенного нет. Drag Over. Оно тоже возникает многократно в процессе перемещения Dragable элемента над дроп-зоной. Над дроп-зоной. И, наконец, самое главное событие – дроп. Вот его обработчик. В обработчике этого события мы вытаскиваем перемещаемые данные из дата-трансфера. Из дата-трансфера. Ну и дальше делаем с ними все, что хотим. Это наш личный дел, что делать с ними. В данном случае в дроп-зону вписывается дата, когда мы дропнули туда эти данные. Дальше вы делаете все, что хотите. Событие Drag End у Dragable элемента происходит в самом конце. Обычно оно вам не нужно. Если нужно, то можете там какие-то ресурсы освободить. Давайте посмотрим, как эта страница будет работать. Вы сейчас увидите, собственно, какие события, в какой последовательности возникают. Вот я хватаю Dragable элемент. У меня произошло событие Drag Start. И сейчас на самом деле происходит множество событий Drag. Но просто они не отображаются, а то их будет здесь слишком много. Дальше мы пересекли границу дроп-зоны. Дроп-зоны. Соответственно, произошло событие Drag Enter. И происходит множество событий Drag Over. Если я ушел с дроп-зоны, произошло событие Drag Leave. Опять навел. Опять Drag Over. Ну и, наконец, в конце, когда отпустил все это дело, произошло, вот оно самое главное событие, дроп у дроп-зоны. Ну и в конце Drag End у Dragable элемента. Когда произошло событие дроп у дроп-зоны, ну вот мы туда что-то вписали. Дату в данном случае. Какое? Казахо, ну, Enter, когда попадали на вот этот вот текст. А можно исключить какой-то элемент, чтобы он не считался как нахождение, не вовремя там переместить его. Так вы тогда не подписываетесь на события от этого элемента. Вы же подписываетесь на события от конкретного элемента. Нет, нет. Мы на него не были подписаны. Но мы уходили, получается, из этого квадрата на элемент вот этого текста. Так. А потом, когда мы снова уходили из этого текста, мы заходили на зону этого квадрата. Можно ли отключить весь квадрат, чтобы он был полностью, независимо от того, что на него размещено, что он был аниме единственным. Ну, давайте посмотрим. Так он сейчас, вот мы, смотрите, для него же это работает, в чем тогда проблема. Нет, я про другое. Вот сейчас на текст навести, если. Вот. А, так это же просто эти самые, модель всплывающих событий. Ну да. Вот и все. Но это можно сделать этот самый, методом cancel, о, не методом, свойством cancel bubble у свойства события, или ну да, который протыкает пузырек вот этого всплывающего события. Так, вот здесь у нас коллеги еще интересуются, можно ли спрятать те или иные действия. Имеется в виду, какие действия, события, так, а что их прятать? Вы просто не подписываетесь на нужные события, и все. Это мы, вот в данном примере, подписались на все возможные события, чтобы вам продемонстрировать, в каком порядке они происходят. В реальности, вы подписываетесь только на те события, которые вам нужны. Но в самом минимальном варианте это события drag start обычные и drop у drop zone. А, еще, 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 вам может понадобиться события drag enter, на самом деле, для того, чтобы отменить стандартный обработчик. Стандартный обработчик, иначе он не позволит нам туда это дело drop. Здесь вопрос по поводу таблицы, можно ли из дивов сделать таблицу? Ну, можно, конечно, из дивов сделать таблицу, не проблема, да. Вот, и указать dragable для дива, если сама таблица этого вдруг не позволяет. Почему нет? Вот, еще раз, вы не обязаны здесь подписываться на все возможные события, только те, которые вам нужны. Обычно это, ну, главное событие drop. Давайте посмотрим еще один примерчик, тоже с drag and drop, а мы вернемся, так, не этот примерчик, вот этот примерчик, мы вернемся туда, где у нас, значит, было чтение файла, чтение файла. И вот здесь посмотрим, как обработать ситуацию, когда пользователь берет картинку и drag and drop, он тащит в окно нашего, нашей страницы, в окно, содержащее нашу страницу, в определенное место. Вот, обратите внимание, здесь есть вот такой див с ID final place. Final place. Так, этому диву, наверное, прописаны размеры, вот они, 200 на 200, то есть, на самом деле, это вот этот вот квадратик, это и есть final place. И мы подпишемся на парочку событий от него, ну, в данном случае даже не через JavaScript, а вообще через HTML. Вот они, события, drag over и drop. Drag over – это когда пользователь навел то, что он схватил на эту дроп-зону, и drop – это когда он кинул. Давайте посмотрим на обработчики этих самых событий. Так. Значит, смотрите, первый обработчик drag over вызывает метод prevent default, он отключает дефолтную обработку, дефолтный обработчик, который есть в браузере, иначе он не позволит нам туда ничего кинуть. А второй, второй обработчик, а, кстати, у нас там еще был третий, по-моему, ну-ка. А, это drag на самой, у самой страницы. Хорошо, сейчас его тоже посмотрим. Значит, второй обработчик события drop у drop-зоны, он вытаскивает переданные нам данные, вот из этого объекта data transfer. А что мы будем таскать? А таскать мы будем вот такой элемент, вот здесь некий текст, он там желтым подсвечен, посмотрите внимательно, вот он, текст. Ему указан, что это dragable элемент, кстати, обратите внимание, это не блочный элемент, это строчный элемент, мы можем его схватить. Когда мы его схватили, вот у нас событие drag происходит, мы туда можем загнать какие-то данные. Ну, вот здесь алертам, алертам, наверное, не очень здорово. Лучше посмотреть в логе, консоль, логам. Вот так. Мы загоняем в объект data transfer какие-то данные, а потом сможем эти самые данные получить. Ну, давайте посмотрим. Если нигде не ошиблись, то вот этот желтый span, видите, можно таскать. Его можно таскать по всей странице, но кинуть можно только сюда. Почему можно только сюда кинуть? Вот обратите внимание, когда мы курсор мышки навели на этот элемент, у нас же произошло событие drag-enter, а там мы отменили стандартный обработчик. Это позволяет туда что-то кидать. У нас и курсор мышки изменился. Вот мы кидаем. Но, правда, здесь есть одна проблемка. Давайте посмотрим в консоль. консоль. Ну-ка. Видите, здесь у нас получаются пустые данные. К сожалению, вот этот объект data transfer не очень надежно работает, вот, поэтому часто вместо него используют просто какой-нибудь глобальный объект. То есть, допустим, на событии drag-start туда что-то пишут. Ну, допустим, просто в глобальную переменную. А на событии drop что-то извлекает. Ну, давайте я попробую это сделать. Подпишусь на события drag-start. Вот так. On drag-start. Вызовем такую функцию. function on drag-start. Вот здесь мы вот эту консоль не будем выдавать, а переместим это вот сюда. Обратите, кстати, внимание, мы можем даже повлиять на вид курсора мышки. Каким образом? А когда мы что-то схватили, мы можем как бы указать тип операции. Копирование или перемещение. Это делается через тот же объект data transfer, у которого есть свойство effect allowed. Сюда мы вписываем, что мы делаем. Копирование, копия или перемещение. Move. Так, ну давайте посмотрим, получится ли у нас данные вот здесь выставить. Здесь нам надо сделать параметр event. event. Наверное, вот так оно сработает. Event. Event target. И консоль логом посмотрим, что у нас там произошло. Давайте откроем наш лог. О, где-то ему что-то не понравилось. Data transfer в 61 строчке. Сейчас исправим и посмотрим data transfer. объект event у нас вот здесь. Тут про диаграммы Ганта спрашивают. Ну, сейчас про это тоже скажу. Здесь, на самом деле, проблема в том, что мы не очень удачно подписываемся вот на все это дело. Лучше подписываться через JavaScript, потому что иначе объект event нам забывает вот так передать. А его надо передавать. Где у нас track start? Вот он. Сейчас еще раз попробуем. А там E, а там E. А, это уже не важно. Так. Вот он мой текст, да, мы его схватили. Вот он у нас замечательно перемещается. Вот, исправили. То есть видим, что этот data transfer работает. Он просто в предыдущем примере не работал, потому что мы забывали объект event вот сюда передавать. Вот здесь у нас его не было параметра, и он, соответственно, не работал. То есть еще раз. На drag start мы в data transfer загоняем перемещаемые данные, указываем вид операции, копирование или перемещение, что влияет на вид курсора мышки. Дальше на событии drag over отменяем стандартный обработчик, а в обработчике события drop вытаскиваем перемещенные данные из того же data transfer. Вопросы есть здесь какие-нибудь? Здесь у нас коллеги спрашивают, как реализовать сложные графические объекты, типа диаграммы Ганта и прочее. Но в пятом HTML у нас же с вами появилась такая штука, как SVG. SVG стал частью пятого HTML. Мы можем рисовать графические всякие примитивы с использованием этого самого SVG. Квадратики, линии, прямоугольнички, сложные какие-то фигуры и так далее. Ну, Canvas, да, но с Canvas для этого не очень хорошо подходит, потому что то, что вы рисуете на Canvas не влияет на дом, Document Object Model, а значит не генерирует события. То есть у вас с точки зрения дома существует только Canvas, и все, ничего больше. Вы, конечно, там можете все что угодно JavaScript нарисовать, но если вы хотите отслеживать события от вот этих элементов той же диаграммы Ганта и прочее, вам придется, вы можете там только координаты курсора мышки получить. Удобнее в этой ситуации использовать как раз SVG. А Canvas удобнее использовать, когда у вас динамическая графика в играх каких-нибудь. Ну вот, если хотите, можем посмотреть сейчас примерчик с SVG. Сейчас я попробую его найти. Так, ну давайте посмотрим. Вот примеры использования SVG. Ну здесь, конечно, весьма простые примеры, но принцип того, что вы можете нарисовать, вы здесь увидите. Вот у нас в пятом HTML появилась возможность, появилась возможность, так, вот это надо раскомментировать, кстати, нарисовать на странице с использованием графических примитивов разные картинки. Вот он, элемент SVG, внутри которого мы размещаем элементы, рисующие графические примитивы. Квадраты, ну вернее, прямоугольники, окружности, многоугольники и прочее. Вот они, вот у нас прямоугольники тут с закругленными краями, вот окружности, вот эллипсы внутри этого элемента SVG, вот всякие там полигоны и так далее. То есть нарисовать здесь можно много чего. Вот можно, например, посмотреть еще, наверное, пример карты. Сейчас я вам покажу. Вот здесь вот полезно то, что генерируются события. Так, это только немножко не то у нас. Вот обратите внимание, вот эти элементы, вот эти элементы, они нарисованы как элементы SVG. Ну там на самом деле обычный элемент PES, который просто по точкам рисует, там вот такой многоугольник. Но, поскольку элементы SVG также являются элементами Document Object Model, они могут генерировать события. То есть мы можем, например, подписаться на события Hover или этот самый Click. Вот смотрите, здесь сложная карта нарисована. Вот Аляска, вот Гавайи. Я навожу курсор мышки, мне подсвечивается Аляска. Как вы в Canvas это сделаете? Это будет очень сложно сделать. А здесь очень просто. Здесь очень просто. Вот сам элемент, вот он по точкам, ну который, наверное, из какой-то картографической программы, координаты береговой линии вытащили. Вот он по точкам это дело рисует. Здесь нам даже не нужно писать JavaScript. JavaScript мы, поскольку это элемент дома, мы можем правило CSS к нему написать, что при наведении на этот PES, допустим, ему поменять свойство fill, то есть это цвет, которым он будет заполняться внутри, и свойство stroke, обведение. И он у нас его действительно при наведении меняет. И не важно, что это очень сложный объект. Пожалуйста. И точно так же работают события JavaScript. Вот мы, допустим, можем подписаться на события клик или вот маусдаун. Вот, видите, он говорит алертом, что это Гавайи, что это Аляска. Я кликаю на Аляску, он говорит, что это Аляска. Но если я кликну рядом с Аляской, он ничего не будет говорить. То есть события действительно генерируются от этого сложного объекта. Как вы в Canvas это сделаете? Весьма сложно, потому что в Canvas, да, вы можете, конечно, нарисовать эту Аляску, но события это будет генерировать сам Canvas. Максимум, что вы получите, это координаты, ну и цвет точки. А потом будете определять, попали вы в эту Аляску или не попали. А вот здесь это очень удобно в случае SVG. Да, да. А здесь, видите, просто события, просто подписались на него и все. А то есть по-моему, Аляску вообще будет не нужно. Так все вот эти вещи, и Canvas, и SVG, плюс Multimedia API, которая тоже в пятом HTML появилась, они все встраивались в пятый HTML с целью, чтобы веб-разработчики могли забыть про Flash и другие аналогичные технологии, типа Silverlighter, как про страшный сон. А сколько это получилось, другой вопрос. Там есть определенные сложности именно с графикой, быстрой графикой. Хотя и есть там WebGL у Canvas, но все равно это не столь быстро работает, как хотелось бы. Есть вопросы, связанные с безопасностью того же WebGL. Но вот... Там и поиск тоже безопасно, правда? Ну, это да. Так. Ну что, мы вот посмотрели два таких интерфейса. Два интерфейса. Это файл API и, собственно, drag-and-drop API, который в пятом HTML, вместе с пятым HTML появился. Это не единственные интерфейсы. Есть и другие интерфейсы. Например, есть такая штука, как Page Visibility и Offline Application. Page Visibility, например, позволяет JavaScript узнавать, видит пользователь вообще страницу или нет, как таковую. Ведь пользователь может свернуть страницу, но другое приложение переключится. Offline API позволяет создавать приложение, которое нивелирует потери интернета. Это особенно важно для мобильных устройств, которые в процессе движения его, их владельца, они могут периодически терять связь с интернетом. Обычные веб-приложения на это не рассчитаны. Пользователь вбил какие-то данные, спустился в метро, нажал сохранить, а у него там на эскалаторе связь вот в этот конкретный момент потеряна. Что, данные потеряются? Нет. Вот, Offline API позволяет решить эту проблему, то есть, с одной стороны, закешировать необходимые для работы веб-приложения ресурсы на устройстве, и, во-вторых, дать возможность JavaScript сохранять локальные данные, пока нету интернета. Ну и третье, события, связанные с онлайном и оффлайн. То есть, когда интернет появится, JavaScript об этом узнает через события онлайн, и, соответственно, может эти данные втихаря через AJAX передать. Новое появилось еще Geolocation API. Geolocation API, которое позволяет из JavaScript определять координаты пользователя. Вот такие вот тоже вещи. Ну, все это вот на наших курсах разбирается. А это вот, вот это примеры, на самом деле, из курса 2480. Там вот это тоже подробнее разбирается, в том числе Geolocation API и другие вещи. Да. Здесь спрашивают по поводу рельеф накинуть. Ну, накинуть рельеф – это уже такие трехмерные вещи. Это вы должны использовать WebGL-контекст для Canvas. Canvas – это элемент, который тоже появился в пятом HTML, внутри которого можно рисовать, но не как SVG элементами HTML, а командами JavaScript. Стандартно есть только один контекст для этого Canvas. То есть, контекст – это набор инструментов рисования. Это двумерный контекст. Он позволяет рисовать просто линии, окружности, прямоугольники и прочее. Но есть еще один контекст экспериментальный. Он называется WebGL. Он дает возможность в рамках этого Canvas использовать OpenGL, который позволяет всякие сложные трехмерные объекты реализовать. Но с WebGL есть проблемы. Во-первых, он не всеми браузерами поддерживается. Во-первых, он не является частью стандарта пятого HTML. Его туда не включили из соображения безопасности, потому что фактически у вас JavaScript получает возможность использовать ресурсы видеокарты напрямую. Чуть ли не напрямую. Это небезопасно. Эта архитектура считается небезопасной. Я вам скажу, что вообще вот этот контекст WebGL, он даже разрабатывается отдельной организацией. Не V3 консорциум, который принимает пятый HTML, а отдельная контора Хрома чего-то там, не помню, как-то так она называется, она занимается разработкой этого контекста WebGL для Canvas. Работает он в Firefox, например, при установке подходящих драйверов. Работает он в Хроме. Вот если, например, пользовались каким-нибудь Google Earth, который тоже можно открыть прямо в браузере, вот он, этот контекст работает. Он рисует красивые трехмерные картинки, вращает там все эти карты трехмерные, используя WebGL контекст кенваса. Здесь спрашивают насчет отмены определенных событий. Можно у элементов HTML отменить некоторые стандартные обработчики событий. Допустим, переход по ссылке. Вы делаете ссылку, пользователь на нее кликает и переходит. Но если вы подпишетесь на события клик, и в обработчике этого события вызовите метод prevent-default объекта event, то вы этот переход отмените. То есть вы отмените стандартный обработчик. Аналогично отменяется, допустим, отправка данных формы. То есть JavaScript может проверить, корректно ли ввел пользователь данные формы. И если некорректно, то отменить отправку этих данных на сервер, потому что это все равно бесполезно, вызовом того же метода prevent-default у объекта event. Вот здесь спрашивают, что лучше для игр. Ну, вы смотрите, идея этого WebGL была именно в том, что можно будет на JavaScript писать трехмерные игры, которые работают внутри браузера. То есть, чтобы их не нужно пользователю было скачивать и устанавливать. Пользователь просто заходит на сайт, открывает, и там прямо в окне браузера работает. Плюс это еще кроссплатформенно. То есть, по идее, это должно работать везде, где поддерживается 5-й HTML. Но у WebGL проблемы какие? Проблемы три. Первая, WebGL не является частью стандарта 5-го HTML. Вторая и третья проблемы, которые являются причинами для первой, почему он, собственно, не является частью стандарта, да потому что это небезопасно, опасаются, что это небезопасно, потому что дает доступ, повторюсь, JavaScript к ресурсам видеокарты. И, во-вторых, это все равно медленно. Все равно JavaScript пока работает медленнее, чем, допустим, приложение, написанное на C++ и даже на C Sharp. Библиотеки, которые там позволяют рисовать достаточно... Как-то раз у нас была показана какая-то... Я в общем помню, как она еще называется. Библиотека для рисования. Ну, двумерного или трехмерного? Трехмерного. Ну, так она WebGL использует. Библиотек таких сейчас уже много существует, да. Ну, там прям здорово. Там такая сеть нарисовала, такой трехмерный граф. Там берет, там, дергает, да, что-нибудь и на C Sharp вытянул. Нет, ну, это, в принципе, можно реализовать, но там именно вопрос производительности. Вопрос производительности. Ну, здесь вот коллеги упоминают, упоминают как раз вот эти библиотеки надстройки, вот 3.js там и так далее. Вот можем посмотреть. Но они используют все равно WebGL контекст кенваса. Вот, допустим, 3.js. Вот у него сайт прям такой. Они все равно используют контекст WebGL этого самого кенваса. Ну, вот здесь какие-нибудь примерчики можно глянуть. Сейчас у нас в хроме, в хроме, по идее, должно работать. Ну, вот, допустим, текстура, да. Вот она, текстура, да, я двигаю мышкой. Соответственно, обработчик движения мышки, движения мышки посылает команды уже через WebGL на изменение этой картинки. Ну, вот можно посмотреть этот текст. Где у нас тут начало-то этого контекста? Вот, обратите внимание, первое действие, вот мы получили элемент кенваса, элемент 5.html по его названию. А дальше первое, что мы делаем, вот он, canvas.getContext. Получаем контекст. Сейчас я покрупнее попробую сделать. Мы получаем контекст. Вот он, WebGL 2 уже, вторая версия. Вторая версия этого WebGL. Вот, фактически, контекст кенваса – это набор инструментов рисования. Стандартно, повторю, есть контекст 2D. В WebGL – это вот такой эксперимент, но очень успешный. Очень успешный. А потом уже, используя методы этого контекста, дальше вся работа по факту идет только с контекстом, то есть с этим самым набором инструментов. Мы посылаем ему эти команды, которые выполняются в данном случае видеокартой. А 3GS, вот она, это надстройка над WebGL, она его все равно использует. Так, вот здесь еще коллеги интересуются датабандингом с базами данных. Датабандинг – это когда связывают источники данных с визуальными элементами управления. Здесь надо иметь в виду следующее. Ведь, если мы говорим о клиентском JavaScript, он работает на стороне пользователя. Базы данных, они на сервере, и напрямую к ним доступа нет. Другое дело в том, что вы можете использовать сервисы, веб-сервисы вашего приложения, которые на веб-сервере будут размещены, запрашивая которые, JavaScript может получать данные. Существуют различные библиотеки контролов, например, jQuery UI. Есть известная библиотека jQuery, а есть jQuery UI, которая использует jQuery и позволяет строить различные библиотеки контролов, виджетов, таблицы всякие и так далее. Вот эти контролы, например, из jQuery UI можно бандить, но источниками данных будет не напрямую база данных, а, например, веб-сервисы, которые мы будем вызывать через AJAX. То есть нам нужно будет еще на сервере реализовать эти веб-сервисы, используя серверное веб-приложение, которые будут отдавать данные из базы данных. Напрямую мы из клиентского JavaScript с базой данных не работаем, потому что база данных обычно недоступна, не торчит в интернет. Обычно этот доступ осуществляется через сервисы. Здесь спрашивают, как ускорить работу приложения, написанного на JavaScript. Но, к сожалению, это вопрос не к разработчику, в большинстве случаев не к разработчику на JavaScript, а к разработчику браузеров. Ведь браузер занимается выполнением команды JavaScript. Разработчики браузеров стараются, стараются. Вот в свое время, когда Google выпускал первую версию Chrome, у них JavaScript работал раз в 10 быстрее, чем в остальных браузерах. За счет чего? Они от режима интерпретации перешли в режим JIT-компиляции, когда берется весь код и не посрочно интерпретируется, а целиком переводится в памяти в машинный код, а только потом выполняется. Плюс там еще всякие доработки сборщиков мусора и так далее. В Chrome славится скоростью выполнения JavaScript, а в других браузерах все медленнее еще. Но даже этого пока не хватает, когда речь заходит о динамических играх. Увы. Апгрейд пишет вопрос. Да, апгрейд. Но даже апгрейд до конца не решает вопрос, когда дело доходит до WebGL и прочего. Тут разработчик, который пишет на JavaScript, ну мало что может сделать. Ну конечно он может как-то там более оптимально написать свой алгоритм, но по большому счету все утыкается в производительность транслятора JavaScript, который встроен в сам браузер. Ведь у нас с вами программа на JavaScript на клиентский компьютер попадает в виде исходного кода. Она же предварительно ни во что не компилируется. Это вот транслятор может сделать там JIT-компиляцию и прочее. Да, ну это зависит от конкретного браузера, но по мере загрузки, да. Совершенно верно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова